Всем привет, дорогие друзья, с вами Швиля. Мы играем в игрушку, короче, War and Order. Не знаю, короче, игрушка требует онлайна. Order, order, order. Да, требует онлайна, поэтому это, наверное, всё-таки онлайн игрушка. Блин, это построение, я так понял. Блин, неужели это то же самое, что обычно строится во всех... Короче, понятно, это военно-экономическая стратегия очередная, которая была так красочно декламирована разработчиками, что я опять попался на их удочку, но... Плагиат, плагиат, плагиат! Ладно, давайте найдём какую-нибудь изуминку. Я думаю, мы найдём... Неужели такие игры? Ну, наверное, они очень много бабосов срубают, ну, то есть, такие вот играми похожи между собой. Видно между собой... Настолько выгодные. Да-да, вот эти монстры, всё это, всё однообразно, всё это привычно для всех. То, как будет сделано, отправить. Ну, всё то же самое, боже мой, город. Вот эти вот рядом пацаны, которые здесь играют, то же самое, они имеют такую же... такую же игру, которую пытаются, типа, о, боже, и вышли, короче. Теперь, может, АФК половина. Мы будем нападать на их город, убивать их, они даже не подозревают. Единственное, здесь вот минус. Вот в этих играх, я сразу скажу, здесь на 20-й левел, на 20-м левелы, начинается такой треш-шаг без доната очень сложно. Поэтому обычно на 20-м левеле ты такой, блин, я докачался до 20-го левела, чё делать? А там реально чё, сложно, всё долго и всё, блин, ну, заморочено до такой степени, что ты хочешь выйти уже на 20-м левеле, если у тебя нет доната. Но ты понимаешь, что открыть дополнительную очередь строительства, всё откроем на один день, всё нормально. Вот. До такой степени, короче, чё такое у нас получается? Понимаю, что, типа, ты потратил много времени на неё и не хочешь уже бросать. Если это не так, напишите в комментариях, кто играл в эту игру. Опять это игра престолов, игра орденов, война орденов, вообще не знаю, как назвать ещё эту игру. Отстой орденов. Был такой тоже? Развивай, развитие, развивай, развитие. Ладно, давай посмотрим. Вот, типа, нам надо сюда. Окей, давай, улучшить, улучшить. Мы всё улучшим сейчас. Вот, прям на 3% я сейчас увижу всё. Угожай. Я прям на 3% сейчас всё щу-щу. Щу-щу-щу-щу-щу. Прямо ощутю. Ощутю. Что 3% меня реально добавили просто мега прогресса, мега. Развитие, которое, типа, недоступно другим. Логиньтесь ради наград во время карнавала. О-о-о, карнавал. Иди в жопу своим, карнавал. Постройся лесопилка 3 уровня. Ну, блин, вот, ребят, ну, чем, чем, чем. Тут хотя бы люди, кстати. Вот последний град, даже людей не было. Это хотя бы он ходит вон. Чё-то продают. Зомбики, которые я сказала, ещё более-менее прикольно. Чисто вот, знаешь, такой, типа, сидишь в осаду зомби. Ты вообще, по сути, там то же самое. Только, блин, хоть чё-то зомби добавили, что-то. Вот, если ты хочешь сделать игру не похожую на других, но, типа, ты всё сплагиатишь с этой игры, ты просто копируешь её намертво и вставляешь туда зомби. Зомби апокалипсис, всем любят зомби. Многие любят зомби. Я вам прям лайфхак вам даю. И всё. Только уже вас впереди, если разработчики хоть смотрят меня. Хотя, я думаю, навряд ли. Подсказка. Ферма. Лучше всё ферма. Ну, а чё, чем отличаются от других и военно-экономических такие же стратегии, которые обуславливаются вот этим завоеванием, вот этой фигнёй? Чем вы отличаются? Чем вы предоставили человеку? Типа, он пришёл такой, типа, я первый раз наткнулся. Ну, ладно, как на мой канал, наверное, люди натыкаются. Типа, это, наверное, тоже считается плагиатом обзоры. Да и игр, наверное, плагиатом считается. Ну, не знаю. У всех своё мнение на это. Тут хотя бы, понимаете, у всех своё мнение в плане того, что, например, ты даже делаешь обзоры, ты делаешь своё мнение, у тебя как-то есть какая-то изюминка. А именно в играх... Ну, где-то изюминка. Тут просто можно скопировать всё, и тут нет изюминки. Чем? Чем? Чё-то я глупо сравнил какие-то обзоры одинаковые. Кому-то понравится игрушка, может быть, кому-то заплатят за неё. Не знаю. Ну, чем вот? Задание. Ну, чё ты мне скажешь, мой лорд? О, боже мой лорд! Давай, построение, улучшение. Ну, давайте дойдём до какого-нибудь хорошего военно-экономический лагерь. Всё построим. Бесплатно. Прямо завершить. Построить учебный. Нам дали... Даже вот стандартный этим... Как он? Ресурсы не меняются. То есть пшеница, дрова. Всё. На всём это строится. Ты жрёшь и строишь. Всё. То, что здесь состоит половина всё из камня, вообще никого не колышет вообще. То есть ты всё держишь из дерева, просто красишь и закрашиваешь, короче, дерево в каменное... В каменное построение и всё зашибись. Улучшение. Да. Бесплатно. Всё бесплатно. Всё прям вот... Вы взяли награду. Боже мой, как и коди. Всё... Оказывается, строится. По сути, ты потом на 20-м леве так заглочишь, блин, что ты будешь сидеть и думать, блин, зачем я вообще в неё начал и тратил на неё очень много времени. Ну, я не буду рассказывать про игру. Ребята, вы всё видите сами. Моё мнение как бы о плагиате. Вот и всё. Я уже делал на такую игру обзор. Я, видимо, наткнулся на неё тоже с рекламы. Потому что я обычно как качаю игры. Либо новые свежие новинки, либо, короче, на свои обзоры захожу, смотрю их, мне вот свечи, например, какая-нибудь реклама. Типа, вот такой-такой-то игры. Я давай скачаю, давай сделаю, давай сделаю обзор. Ты, типа, чувак, офигенный. Ну, прежде всего, я смотрю, сколько уже скачали. Потому что некоторые игры, конечно... Чё вот я, чё я делал? Ну, колледж. Для того, чтобы... Да, колледж был построен, чтобы делать какие-то улучшения, ресурсы. Да, ну, всё это как бы понятно, ребят. Развизи, давай использовать. Конечно, всё у нас... Мы всё сейчас исследуем. Всё прям мега быстро. Зачем мне вот эти улучшения? Конечно, всё мы улучшим. Чё, всё? Идите в жопу вот просто. И всё. Я сделал улучшение. Ну, ребят. Ладно, давайте вкратце поговорим. Играя военно-экономических стратей, которые, в принципе, я ещё наткнулся где-то лет, так, пять назад на такую же игрушку. Я в неё играл очень долго. До сих пор ничего не изменилось. Как бы никаких улучшений, никакого... И какой изюминки. Ну, какой-то изюминка. какой-то рисок, замок с другой стороны. Может, он здесь... Вот здесь раньше фермы строить, вот ниже замка было. Вот они перенесли чуть ниже. Ну, и всё. Тут, тут, тут и по армии поставили. Крутые ребята. Нападение лордов. Нападение на... Сейчас я вам покажу на карты. Да, происходит простыми путями. Вот видите, это что? О, тут ещё как бы двигаться, анименируются. Обычно они стоят. Просто стоят мёртвые. А тут смотри, прям ведёшь, быстрый поиск, чё-то прям, ну, типа, нельзя напасть. Ты бегаешь, например, даже до этого, сбор ресурсов делаешь, типа, чувак, ваш армии маршируется, давай. Давай, братуха, выходи, вам тут пешком дойти пару шагов. Завоевал, тут тоже вот всякой штуки, вот шахт, драгоценных камней, ну, вот драгоценные камни, как один из ресурсов, которые... исследования. Ну, кое-что скорость снять, сбор в процессе. Полчаса, короче, он берёт там всякую еду, всякую тюрьму даже, и возвращается обратно. Потом эти города здесь развиваются, у них можешь напасть, у них вот эта вот защита пропадает, и, типа, ты потом нападаешь на них, вот этот же ресурс убьёшь, они потом АФКшают, ну, ты добираешь то, всё, что у них есть, и, по-моему, они с карты пропадают. Ну, всё, ребят, кому вам, конечно, не знаю, зашла игра, лучше поищите лучшую игру, оригинальнее, или посмотрите мой топ, где я рассказал, в принципе, про одну из тех же игр. На этом всё, с вами был Шевелед, до новых встреч, пока.